Так, ставим на запись. Меня зовут Ольга, мы вместе с мужем Сергеем развиваем этот бизнес. Многодетные родители, предприниматели, директора в компании Арифлейм. Сегодня мы с вами проговорим про то, как же продвигать наш красивый живой сайт, который мы сделали для нас, для вас, для всей нашей команды. Для того, чтобы улучшить результаты по рекрутингу, создать свою команду, выявить самых классных, амбициозных партнеров, ну, конечно же, чтобы и дальше помогать нашим новым партнерам осуществлять свои мечты. С этим сайтом мы с вами пишем истории, классные истории, и вы об этом уже знаете. Кто получил реферальные ссылки, поставьте плюсы сейчас в чате, я посмотрю, есть ли такие. Кто выполняет условия своего директора и в итоге получает красивые ссылочки, поставьте, что никто не получил? Ну, ребят, Олеся есть, ага, Олеся, молодец. Кто еще, ребят? Ну, в стартапе, наверное, должны все плюсики лететь. Вот правильно, Наташа, еще одна Наташа, потому что в стартапе принимают участие только самые-самые классные, амбициозные партнеры. Так ведь, ребят? Вот, поэтому я думаю, что вы все выполняете условия, которые ставит вам директор, и получаете красивые реферальные ссылки. Ну, теперь нужно узнать, как же их продвигать. Вот так выглядит реферальная ссылка, красиво, только вместо вот Соколова там будет ваше имя. Дальше у всех одинаково, your story.world, да? Когда человек, кандидат нажимает на эту ссылку, он попадает на общий сайт, наш с вами красивый, который мы создавали со всей душой, туда все вложили для того, чтобы его создать. И теперь это классный инструмент для того, чтобы менять судьбы людей в лучшую сторону. Вот, ребят, если спускаться туда ниже, да, кто уже получил ссылки, он знает. Кто еще не получил, я вот вам рассказываю, ниже спускаетесь, и там будет написано ваше имя, ваша аватарка и, ну, немножко биографии. Это все вы сами там заполняете, сами выбираете, какую аватарку вам поставить. Ставим не через сайт, ставим через сервис, граватар называется, а уже в своем личном кабинете прописываем вот эту вот краткую биографию, да, вы уже там сами смотрите, что прописать, чтобы именно к вам пришел человек. Ну, в принципе, вы и так с ним общаетесь, вы ему наверняка ссылку уже свою даете. Можно там три предложения написать, присоединяйся и получи там результаты, или посмотри, какие тут возможности для тебя открываются, и мы рады помочь тебе сделать директорское звание. Или достигнуть всех этих результатов, которые указаны на нашем сайте. Так, давайте посмотрим, я вам хотела сейчас в прямом эфире покажу, ладно, как поставить биографию. Кто-нибудь, есть ли у вас такие вопросы, возникают? Подсказать вам, как поставить биографию, дальше уже изменить текст. Ребят, работаем, задавайте вопросы, возникает. Ну, все, давайте тогда, я вам сейчас покажу. Если вы проходите уже по своей красивой ссылке, вы попадаете на свою страничку, и у вас, ну, у всех так бывает, да, вот здесь в уголке написано партнером. Ага, Ирина вот сделала. Партнером написано. Если туда нажимаете, то там есть личный кабинет. Нажимаете туда, если у вас он запомнил пароль, который вы проставили себе от личного кабинета, то, значит, автоматически заходится туда. И дальше сейчас я вам покажу, что и как. По демонстрации экрана сейчас включим. Надеюсь, не будет зависать. Если будет зависать, вы мне скажите, ладно? Видите сейчас мой экран? Видно, ребят? Ага, все, замечательно. А теперь тогда, как заходим, я уже сюда зашла, давайте я тогда выйду. Видите? Вообще полностью выйду. И вам сейчас покажу. Минуточку. Минуточку. Так, сейчас опять видите, наверное, экран. И вот я зашла по своей реферальной ссылке. Здесь в строке написаны мои данные. Видите, здесь в конце Соколовы. Значит, я уже вижу, это моя реферальная ссылка. Вы также у себя тоже просматривайте обязательно, чтобы ваши фамилии были прописаны хорошо. Но еще для большей уверенности можно спуститься вниз и посмотреть, там ли, мои ли там фотографии. Вот, дальше. Партнера. Немножко завистает у меня. А, ну тут я вышла. Вот, личный кабинет. Когда заходите, у вас есть ваш профиль. Аватар, она автоматически через Граватар ставится. И есть партнерская ссылка. Раздел. Давайте зайдем в ваш профиль. А здесь, ребят, вот внизу есть биография. И вот как раз здесь меняется этот текст. Вот здесь вы можете все, что хотите, напишите. Можете посоветоваться со своим спонсором, как это будет красивее звучать. Я с партнерами советуюсь. Мне партнеры подсказывают, как и что. Ну и дальше обновить профиль. Все, у вас уже там встанет тот текст, который вам необходим. Что же касается с партнерскими ссылками. Когда вы сюда заходите, здесь можно взять свои партнерские ссылки. Это вот обыкновенная ссылка, простая. И есть красивые ссылки. Да, вот фамилия сначала идет без знаков вопросов. Разная точка. Yourstory.world. Вот это красивая ссылка, которую я, например, пользуюсь. И вы тоже можете ей пользоваться. Там единственное, что настройки нужны. Если у вас настройки, вам уже ваш лидер сделал, то отлично. И здесь есть... Я пользуюсь двумя ссылками. Это вот эта ссылка на главную страницу. И ссылка на мою регистрационную форму. То есть, когда вы будете общаться со своим кандидатом, при ответе, да, хочу попробовать, вам не обязательно кидать ссылку на главную страницу. Зачем? Да, смысл ее там кидать, чтобы он лазил по сайту и искал, куда бы зарегистрироваться. Не будем терять время людей и свое тоже в том числе. Сразу ему кидаем ссылку на регистрацию. И вот она, вот эта ссылка последняя. Единственное, что я вам хочу порекомендовать, прежде чем начать рекрутировать, давать вот эту вот реферальную ссылку, да, вы сначала ее скопируйте. Так, вот у меня вообще есть такой канал, Телеграм. Он называется «Мои ссылки». Вот у меня открыто. И смотрите, обратите внимание, у меня здесь есть ссылка на мою главную страницу и ссылка на регистрацию. Я эту ссылку вот уже сюда скопировала, да, и мне не надо постоянно там искать, где-то там лазить. Оно у меня всегда под рукой. То есть, если у меня регистрация, я беру отсюда, копирую, Ctrl-S и отправляю своему кандидату. Говорю, заполняйте регистрационную форму. Кстати, очень хорошо. Мы специально делали вот такой вот сервис для сбора данных, который как раз по закону, да, делает, не противоречит Роскомнадзору. Вот. И этим вы можете пользоваться спокойно, зная, что все соблюдается. То есть, это своего рода регистрационная форма. Раньше мы гугловскими формами пользовались, теперь пользуемся вот этой вот формой, которая ведет на сайт. Поэтому она уже у меня проверена, я проверила со своим партнером, мы ее заполняли, данные приходят на почту. Вот вы также можете скопировать себе такую копилочку создать, чтобы лишний раз не делать разных, ну, не искать, да, эту ссылку. Обратите внимание, что на сайте, вот когда я открываю, у меня здесь без букв ХПТТ, то есть сразу идет ссылка. А здесь обязательно буквы должны впереди стоять, ладно? Вот. Поэтому смотрите, чтобы заходило и все нормально уже видно было. Ребят, все, я отключаюсь, ну, в плане экрана, все понятно по сайту, где ссылки брать, для того, чтобы уже кидать своим кандидатам. Дальше поехали. Все, отлично. Ссылки поняли, это очень важный момент, хорошо? Для себя сделайте пометки, чтобы вы знали, что и как. Так, это мы с вами рассмотрели, где биографию поправить, если вдруг что-то передумали, или вам что-то не нравится. Вы знаете, что личный кабинет, там есть ваш профиль, и там можно всегда подредактировать вашу биографию. А если вам не нравится ваша аватарка, вы там сфотографировались красиво и стали, то ее можно поменять на сервисе Граватар. У вас автоматически поменяется и на сайте, и на всех сервисах, под которыми вы почту регистрируете на Граватаре. И везде, где зарегистрировано в социальных сетях, в том числе и на сайте, поменяется ваша аватарка. Ну и дальше немножко про продвижение. Я начну, а потом продолжит наш почетный гость, сегодня мы пригласили, зовут ее Наталья, вы, наверное, знаете ее. Ну вот она сегодня нам расскажет тоже свои практические рекомендации. Итак, у вас есть реферальная ссылка красивая, теперь нужно ее правильно применять. Везде, где вы зарегистрированы, в социальных сетях, где есть такая возможность, проставляйте в профилях свою ссылку. В Инстаграм, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке и на канале Ютуб. Что касается одноклассники, там не надо проставлять ее. Знаете почему? Потому что одноклассники облочат нашу ссылку, не надо лишний раз ее туда пихать, иначе наш сайт может попасть в какой-нибудь черный список. Зачем нам портить историю сайта? Кстати, еще есть такие моменты про продвижение сайта. Хочу сказать, что правильно продвигайте сайт, хорошо? Вот нельзя кидать ссылки в группу ВКонтакте, например, и если нельзя, правила не нарушаем. Иначе, если сайт наш попадет в черный список, его потом вообще никто найти не сможет. Вот, поэтому репутацию не портим. А там, где вы зарегистрированы, где есть возможность вот так вот проставлять, да, специально есть строка веб-сайт поставить, везде проставляйте свой сайт. И очень важно, у нас, ну, у кого есть уже каналы YouTube, ребят, у вас там есть главное видео, когда на вас попадает новый подписчик, новый человек, еще не подписан, у вас там главное видео выходит. Есть у всех такое? Вот, обязательно там подкорректируйте и поставьте ссылку свою реферальную, хорошо? Вот у меня есть, так, я поставила, нет? Да, поставила. Вот у меня главное видео, там про меня, Сергея Ольга Скалова, о бизнесе, о себе. И видите, в описании, здесь нажимаешь изменить видео, и там поменяла, поставила вот эту вот ссылку свою реферальную. Вы тоже так же сделайте, на этот момент обратите внимание, ладно, чтобы там была у вас ссылка уже. И на канале YouTube подкорректируйте, чтобы у вас автоматом выходили вот эти слова, описания. Вот у меня, например, написано, если тебе интересуют неограниченные возможности, путешествия, свободный образ жизни и так далее, чтобы тысячу раз не писать, у меня автоматом загружен текст. Сейчас я вам покажу, как это делать. Ну и, соответственно, ссылка, да? У меня и до этого был автоматом текст, правда, другой, и там была совсем другая ссылка. Сейчас, так как у нас появился сайт, я подкорректировала. У кого уже есть написано, я вам сейчас покажу, как это все подредактировать. Так, сейчас я включу опять экран. Так, ребят, минутку. Погромче, конечно, говорите, если надо громко. Нормально так вот сейчас? Кать, прибавила. Раз, два, три, четыре, пять. Нормально? Все, видно, наверное, мой экран. Итак, давайте, смотрите, ну, нажимаю на себя. Здесь заходим, творческая студия. Творческая студия, затем канал. И здесь есть загрузка видео. Вот здесь описание, видите? И тут пишите тот текст, который вы хотите всегда видеть под вашим видео, которое вы загружаете. И следующее видео, которое у вас будут загружаться, они уже будут загружаться с этим видео. Те видео, которые у вас уже загружены, они остаются со старым текстом, там уже только если вручную вы будете это все менять. Ну и проставьте здесь ссылку на свой сайт. У меня была регистрация такая, ну и часто так бывает у других тоже людей, когда им кидают видео с канала, и они потом заполняют ту регистрационную форму, которая стоит под этим видео. Вот. То есть у меня регистрация даже такая была. Кто-то неправильно видео кинул. А я там спрашивала у кандидата, она говорит, а я не знаю этого человека. Мне, говорит, просто кинули, но я и присоединилась, захотелось поинтересоваться, что это вообще такое. Ну, если человек не... Я, в принципе, к себе беру, а так я не беру тези регистрации. Мне они не нужны. Так, и все, я практически уже заканчиваю. Что я еще хотела сказать? Итак, как можно продвигать, да? Поставить в профиле всех страниц в социальных сетях посты с призывом к действию. Посмотрите сайт с подробностями, когда вы в ленту себе кидаете, и у вас человек потом прочитал, ага, и посмотрел, что же вы, чем же вы занимаетесь. Еще знаете, как бывает, если вы развиваете эффективно и красиво свой профиль в Инстаграм, например, то хочется посмотреть, чем же вы таким занимаетесь. А если у вас еще в профиле будет призыв к действию, нажми сюда, посмотри, узнай, то тогда человеку захочется нажать и посмотреть, ладно? При ответе да, давайте ссылку на регистрацию сразу, а если ответ нет, то можно скинуть ссылку на всякий случай, вдруг изменится ситуация. Ну, например, хорошо, Ирина, я вас поняла, если вдруг что-то у вас поменяется, то буду рада видеть в команде. На сайте есть все подробности о моем предложении, посмотрите. И кидайте, оставляйте свою ссылку на свой сайт, ладно? Дальше, если вдруг вы уже общались с человеком, можно накидать вот такие дожималки. Имя. Вы интересовались работой на дому, но принять участие не решились, возможно, потому что это нереально, невозможно, что я, возможно, пытаюсь вас обмануть, да, в интернете сложно доверять. У вас есть сомнения, что это работает, и вы не уверены, что у вас получится, я вас понимаю, я работаю с людьми уже там более трех лет, но и вы наверняка согласитесь со мной, что в жизни всегда рано или поздно приходит что-то новое. Как когда-то мобильная связь, а сейчас это норма. Не бойтесь пробовать новое, лучше быть среди первых, чем толкаться среди толпы, ну и так далее. Можно этот текст скопировать. Возможно, вам не очень понятна суть работы, это нормально, для вас это новый вид деятельности, вы же свою профессию не за один день освоили. Регистрация ни к чему не обязывает, пробуем работать, заполняйте форму на регистрацию тут. И вот такие дожималки раскидать в социальные сети особо много, ребят, не кидайте. Да и везде есть лимиты определенные, смски есть лимиты, и в мессенджерах, в WhatsApp, в Telegram и так далее есть лимиты по тому, чтобы раскидывать вот такие сообщения. Поэтому особо много не надо активничать, 5-10 штук накидали в мессенджерах, в социальных сетях, вот знаете где, в Одноклассниках вообще ссылку нашу не кидайте. Там она не пропускается в любом виде, как бы вы ее не кидали. А вот в ВКонтакте можно, но осторожно, да, чтобы не слишком много в личку. Что касается группы ВКонтакте, не надо кидать, там везде запрещены ссылки. Вы можете там написать с призывом к действию посмотреть, подробности посмотрите на сайте в моем профиле или пишите в личку в WhatsApp. Хорошо? О предложении. Ну и это я вам показываю, как раз, что у меня есть копилка такая, где сохранены все ссылки, скопировал и даешь человеку. Ну и так еще можно, привет Марин, попробуй зайти, заходит или не заходит, да, то есть человек уже владеет информацией о том, чем я занимаюсь и так далее. Ну просто проверить сайт. Пусть, по крайней мере, посмотрит, узнает, возможно, именно в этот раз жетон провалится. Если в этот раз не провалился, то, по крайней мере, увидела все грани нашего сотрудничества, и когда вдруг ее там прижмет совсем, она, вот эта информация может сработать. Та информация, которую она увидела на сайте. И уже написать и сказать, ну что, давай начнем. Вот, мы с вами всегда верим в лучшее. На этом у меня все, сейчас я подключаю Наташу, Наташ, вернее, сама подключайся. Все вопросы можете задавать в чат стартапа, обязательно ответим. Все, Наташ, просим тебя, у Наташи есть регистрация уже с сайта, она его активно продвигает. Все, всем пока. Если вдруг видео будет зависеть, скажите, пожалуйста, я выключу, чтобы не висела я у вас. Сейчас загружу слайдом. Ну, Оля уже очень много всего рассказала, я прям даже не знаю. Так, сейчас. Я с вами прям практической частью, наверное, поделюсь. Вот, давайте познакомимся. Кто меня не знает, меня зовут Наталья Ласьянова, я директор компании Reflame, индивидуальный предприниматель. И один из директоров команды Geika, да, я думаю, что вы здесь все из команды, Лена Столинь. Вот. Наша почему-то команда отказалась там принимать участие в стартапе, да, но я думаю, что еще раз с ними поговорим. Вот, и не буду долго по себе рассказывать, да, а вот давайте сразу приступим, я думаю, что к теме, которую вы сегодня находите, да, вот. Еще раз, да, этот сайт вообще очень красивый, классный получился у нас сайт, да, два месяца трудов прошли не напрасно. И у кого его еще нет, да, у кого нет реферальной ссылки, обязательно выполняйте условия своего директора, и чтобы она у вас была. Потому что реально сайт работает, у меня уже есть регистрация, да, как Оля сказала, именно регистрация вообще даже людей незнакомых, да, не теплый рынок, а именно с холодного рынка. Вот, и тоже, наверное, следующий слайд сразу, да, у каждого из вас будет вот такая персональная страничка, да, Оля тоже рассказала с вашей, с вашей фотографией, с вашей аватаркой, с вашим призывом к тому, чтобы человек именно вашу ссылку заполнил. Поэтому ваша задача, вот эту вашу ссылочку, да, реферальную, как можно больше, чтобы людей ее увидело и при их заинтересованности, да, чтобы они вам заполнили либо короткую анкету, да, где только данные для связи с кандидатом, да, либо полную анкету. Вот, у меня прям даже полную заполняли, а потом я с ними созванивалась, но об этом сейчас расскажу. Во-первых, тоже во всех социальных сетях поставила ссылку на свой сайт, да, и в Инстаграме, здесь только контакт, сделала слайды, но вообще во всех. Кстати, Оля не знала про то, что в Одноклассниках нельзя, я разместила там ссылку сокращенную. Ну, у меня вот пока она, пока она есть. А вот, ВКонтакте, то есть вот, данные о себе, да, подставляете тоже ссылку на свой реферальный сайт. Возможно, кто-то там из ваших друзей, да, в очередной раз зайдет к вам на страничку и увидит, и подумает, что это такое, пойду я посмотрю. Вот, у меня сокращенная. То есть вот, размещайте обязательно во всех социальных сетях, в которых вы есть. Об этом тоже Оля уже рассказала. Дальше, как только запустили мы этот сайт, да, у нас есть классная такая видеозаставка к нему, я разместила эту заставку точно так же в ВКонтакте, точно так же в Инстаграм, то есть во всех социальных сетях. С таким вот постом, да, ура, свершилось, мы отмечаем день рождения нашего сайта. Вот, и видео, очень хорошее, красивое видео, вообще прям, мне кажется, оно так цепляет вообще до мурашек, поэтому тоже вот решила использовать, да, и ссылка, конечно же, на сайт. Вот, опять же, теплый рынок наблюдает за нами, да, просмотров очень много, пусть пока не пишут, но все равно придет время, когда они созреют, все-таки жетончик провалится, и они напишут. А вот, дальше, что еще? Вот, вообще, я рекрутирую на холодном рынке, основной способ рекрутим это ВКонтакте, да, теплый рынок есть, но основной способ именно вот рекрутим ВКонтакте по группам объявлений. Вот, и когда я переписываюсь с кандидатами, да, предлагаю разные способы подачи информации, созвон, WhatsApp, да, или переписка, общаюсь так, как человеку удобно, потому что, возможно, там, ему сейчас неудобно волосом пообщаться, да, но пообщавшись с перепиской, он в результате все-таки заполнит форму, да, и потом уже мы с ним будем общаться. Вот, и здесь один из примеров, да, тоже, как бы, сразу кидаю ссылку, сокращенную я кидаю, не кидаю полную ссылку, кидаю сокращенную. Вот, и, опять же, человек может посмотреть, да, если даже он мне откажет, он может там в другой раз зайти, посмотреть этот сайт и, возможно, заполнит форму, да. Еще такая фишка есть в том, что если человек перейдет по вашей реферальной ссылке хотя бы раз, да, на 90 дней его браузер запомнит именно вас. То есть, если он потом перейдет по чьей-то другой реферальной ссылке, все равно он придет к вам, потому что ваша реферальная ссылка была первая. Поэтому наша задача, да, чтобы как можно больше у людей ваша ссылка запомнилась. Вот, то есть, в сообщениях вот тоже вот таким образом именно сокращенную ссылку я кидаю. Потом точно так же использую дожималку, да, если человек не готов, так, наверное, не сделала слайд, да, если человек там отвечает мне, мне нет, да, пока не интересует. А я ему точно так же скидываю дожималку, то, что давайте останемся друзьями, да, я вас, друзья, добавила. Если вдруг вы передумаете, да, если будет интересно все-таки, изучите информацию на сайте поподробнее, да, и напишите мне, я с вами обязательно свяжусь, вот, таким вот образом использую. Потом кому-то могу скинуть просто, если, допустим, совсем некогда переписываться, да, или там созваниваться, могу скинуть всю ссылку в сообщении, то, что изучить информацию на сайте, да, если вам будет интересно, заполните форму, я с вами свяжусь. Тоже вот вчера буквально контакт пришел, девушка заполнила, да, только сокращенно, вообще не пользуюсь полной ссылкой. Вот, тоже девушка заполнила короткую анкету, я с ней сегодня созванивалась. Вот, потом на рабочих страницах ВКонтакте, Екатерина, сейчас попозже я покажу сервис, на рабочих страницах ВКонтакте, ну-ка, с которых я рекрутирую, да, у меня на них уже очень много друзей, и друзей таких реальных, потому что странички все уже больше года им, вот, то есть те, которые не заблокированы, и, соответственно, когда я с людьми общалась, да, я их добавляла в друзья всех. Ну, такая фишечка тоже, да, пусть висит человек в друзьях, неважно, вдруг когда-нибудь пригодимся друг другу. Вот, то есть и сейчас больше там 500-600 друзей у меня именно вот, ну, более-менее таких реальных. Соответственно, я разместила просто на рабочей странице объявление, требуют сотрудники на неполную занятую, тоже с ссылкой, вот, с короткой ссылкой на сайт. Вот, тоже просмотров достаточно много, да, не могу сказать, оттуда позвонили, оттуда заполнили, не оттуда заполнили, да, потому что, когда звоню, спрашиваю, где вы нашли ссылку на сайт, говорят, что в интернете, да, ну, в принципе, уточняю ВКонтакте или еще в какой-то соцсети, да, ВКонтакте. Вот, поэтому люди смотрят, люди проходят по ссылкам, да, и также заполняют либо короткую, либо полную анкету. Вот, полных анкет у меня, по-моему, три заполнили, но сайту всего неделя, сами понимаете, что еще вообще срок такой маленький. Я считаю, что здорово, прям у меня в один день, по-моему, сразу три анкеты было. То есть я созвонилась, рассказала, что это компания Reflame, да, потому что на сайте у нас нет этой информации, если только приглядеться там к роликам, да, на машинах Reflame написано где-то еще. Вот, созвонилась, рассказала, что это компания Reflame, да, предложила пройти регистрацию на сайте, да, все как бы все согласились, вот, пока обучаются те, кто, тех, кого зарегистрировала. Посмотрим, что дальше будет. Вот, потом также вот на страницах с личным брендом, да, допустим, сегодня вот разместила буквально, да, сегодня Надя Санникова получила Мерседес, да, я думаю, что все знаете про это событие, да, в принципе, мы должны освещать все, что у нас в команде происходит, да, и опять же здесь написала пост, и написала, да, на нашем сайте ты узнаешь обо всех условиях автопрограммы, и ссылку уже поставила на автопрограмму, то есть не на полный сайт, да, не на главную страницу, а именно на автопрограмму. В принципе, если вы пишете про путешествия, можно ссылку поставить именно на раздел путешествия. Если пишете про wellness, да, можно поставить ссылку на раздел про wellness. А тоже вот тут у меня полная, и внизу вот она вот ушла такой вот красивой ссылочкой, а в принципе, я думаю, интересно будет людям нажать. Вот, вот таким образом, то есть наша задача везде размещать, да, чтобы люди узнавали информацию, соответственно, чем будет больше просмотров сайта, вообще он и в рейтингах поднимется, да, и в поисковых системах будет потом находиться. Так, читаю. Да, то есть вот о чем пост пишете, чтобы то и как бы было, открывалось по вашей ссылке. Вот, то, что ссылка реферальная, все равно эти данные уйдут к вам по-любому, да, не важно, человек какой раздел там заполнит, чтобы получить подробную информацию. Вот, и сейчас еще хочу показать по статистике просто, да, во-первых, статистика общая по сайту на Яндекс.Метрике, а ее просматривать могут только директора, у которых есть админский доступ, да, но я думаю, что если вы попросите, то нетрудно зайти, да, и скинуть вот такую вот, вот эту статистику, сколько просмотров у вас сайта. Я периодически, через день, наверное, всем тем, кому ссылки раздавала, своим партнерам, своей команде, я захожу на Яндекс.Метрику и смотрю, вот именно сколько просмотров сайта у каждого. Наскринила им и скинула, чтобы они смотрели, да, то есть вообще кто-то переходит по их сайту и по их ссылкам, али нет. Вот, и вот смотрите, 259 просмотров у меня на сегодняшний день, то есть вот за то время, пока мы начали пользоваться сайтом. Вот. Поэтому так, если хотите просматривать статистику сами, да, то ссылки сокращайте. Вот. Есть сервис для сокращения ссылок ВКонтакте, а есть сервис на Гугле, тоже сокращение ссылок, то есть просто в поиск введите, да, сократить ссылку, и вам выдадут разные способы сокращения. Вот. И можно просматривать статистику именно по сокращенным ссылкам, да, сколько переходов. Вот тоже я сокращала первую ссылку сам. Свою историю. То есть на сайте же истории директоров есть, поэтому я просто на свою историю ссылку сделала. И вот первое, то, что я размещала, это ссылку со своей историей. Тоже вот просмотры есть. И потом общая ссылка на сайт, как бы, да, ту, которую я чаще всего кидаю, тоже просмотры есть. Вот. И, в принципе, как я уже говорю, есть регистрация и с полной анкетой, есть и контакты просто, которые люди оставляют именно для того, чтобы узнать полную информацию. Поэтому сайт работает, сайт классный. Самое главное, его использовать грамотно, да, чтобы люди его видели. Потому что, если просто один раз разместить ссылку, да, и никак больше его не продвигать, то, конечно же, результата, может быть, не будет. Поэтому вот так вот. Это вот. Мой такой опыт в Одноклассниках не пробовала. А вообще еще такая фишечка, я думаю, что для новичков больше, да, своим тоже рассказываю. Если спонсор делает вам реферальную ссылку, да, у вас свой сайт. Можете в личку покидать своим знакомым, да, смотри, какой у меня крутой сайт. Там, да, ну, с каким-то, с таким вот призывом каким-то. Естественно, что если, как бы, вы от знакомого получили эту ссылку, вам нужно будет пройти, посмотреть, да, захочется. Вот как вот Оля тоже, да, открывается или нет. Точно так же можно покидать, опять же, в соцсетях. Посмотри, вот открывается у меня ссылка или нет. Все равно люди зайдут, все равно люди посмотрят, да, люди у нас любопытные, им интересны. Вот, и, опять же, возможно, будут регистрации. Даже вот расскажу историю, у нас ключевой партнер, сейчас менеджер 15%, вот, я думаю, что в ближайшее время уже до Нового года директора откроем, она пришла именно через сайт. Когда у нас еще были самодельные такие сайты на бесплатных платформах, вот, я думаю, кто давно может быть, помните, Алена делает сайт, и мы следом за ней все, там, на Виксе, на Вибли у нас были сайты. Вот, и так же вот мы делали сайты, и девочка скинула своей подружке. Юль, посмотри, сайт, вот у меня такой классный сайт, вот, причем, что сайты все были под копирку, то есть, ничего не отличалось. Вот, Юля посмотрела сайт, Юле все понравилось, Юля заполнила регистрационную форму, да, и теперь Юля ключевой партнер, вот, причем, что девочка уже, сама не особо активна, а вот привела в команду именно через сайт ключевого партнера. Поэтому, для теплого рынка тоже обязательно пользуйтесь, да, особенно если, а еще новичок, если теплый рынок не весь знает, что вы в Reflame, просто покидайте им ссылку, и уже отработайте эту статистику. Вот, вот такая еще фишечка именно для новичков. Вот, в принципе, у меня все, постаралась коротко, а какие-то вопросы, если есть, то напишите, я отвечу. Спасибо вам за приглашение. Надеюсь, что была полезной. Вот, всем успешного продвижения сайта, вообще успешного продвижения по нашей лестнице успеха, достигнуть тех высот, которые вы себе запланировали. Вот, и если есть новички, не спросила, да, кто на каком уровне здесь, самое главное, терпение, упорство, а вот, как говорит старая поговорка, терпение и труд все перетрут. Поэтому, получается, у всех, кто не бросит здесь. Вот, всем еще раз спасибо, всем пока, всем успехов. Наш сайт. Хорошо, договорились. Эффективно сейчас применяем эти методы, работаем красиво, правильно, свою регистрационную форму, как я уже сказала, она у вас есть на этом сайте. Все данные будут приходить на вашу электронную почту, где вы уже будете брать эти данные, и смотря, какая форма пришла. Если форма у вас полная, и вы знаете этого человека, то есть вы ждете, да, что он у вас дополнит регистрационную форму, то оформляйте уже в ту команду, в ту группу, которую вы сейчас развиваете. Если вы, ну, к вам пришла короткая форма, или вы, к вам пришла полная, но вы не знаете этого человека, то обязательно созвонитесь с ним, и узнайте, что, где, откуда он увидел информацию, смотрите статистику, да, откуда у вас идет поток людей, больше всего, и дальше начинайте рекрутировать таким же образом. Все больше и больше продвигаем сайты, и приглашая людей в нашу команду. Обязательно расскажите о том, что мы сотрудничаем с компанией Reflame, потому что многие могут не заметить эту информацию, и о том, что мы работаем по системе команды продвижения. Хорошо? Ну, а дальше уже делайте акцент на то, что мы предлагаем создать свою историю успеха, и что наша цель, это первая, первоочередная задача, сделать звание директор для этого человека, помочь ему сделать это звание. Ну, на этом у нас все. Применяйте информацию, и продвижение вам эффективного. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok